Компьютерные игры онлайн Компьютерная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем Дота 2 и Хардстоун, Counter-Strike и StarCraft, World of Tanks и Лига Легенд EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит Есть лишние скины? Хочешь выиграть реально крутые вещи? Заходи на ksgolfast.ru, делай свои ставки и выигрывай реально крутые скины ksgolfast.ru, проверь свою удачу 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 долгожданный матч. Ну, помимо, конечно, гранд-финала, здесь у нас Титаны китайского киберспорта Тайу против Сайберзен. Тут должно быть что-то невероятное. Да, все ожидают именно от этого матча действительно самой ожесточенной борьбы. Ну и некоторые даже говорят, что это финал, в принципе, чемпионата, но только маленькая репетиция, что скорее всего, кто бы не упал в нижнюю сетку, они смогут закомбечить и вновь вернуться уже в гранд-финале. Ну, с самого группового этапа эти два коллектива были явными фаворитами у себя и показывали нам очень хорошую, уверенную игру. Иногда, конечно, с переменными успехами. Коэффициенты на ваших экранах 2.5 на Сайберзен и 1.4 на Тайлу. Ну, в принципе, больше все-таки верят в победу команды Тайлу, но если в паре с любой другой пятеркой, там, наверное, где-то процентов 80-90 на них, то тут мы видим все же есть доля сомнений и у букмекеров, и у всех, кто увлекается ставками. Как мы видим, первая карта Кэш, это, кстати, выбор Тайлу, и они уже проигрывают со счетом 2.0, то есть изи-бризи тут явно не получится. Ну, первую серию, скорее всего, ребята уже отпустят. Я так понимаю, до этого у них был Форс, который они не смогли взять. Сейчас приходится играть Эко. Ну, будет счет 3.0, а оттуда уже с девайсного раунда, мне кажется, что-нибудь у нас начнется совсем жесткое, но тут покажет только время. Победитель этой пары отправляется прямиком в гранд-финал, и там уже завтра будет сражаться непосредственно за квоту на глобальные финалы старсерии в Минске. Так что, в принципе, кому-то буквально 2.0, или финал, там, БЛ-5 даже, по-моему, будет. И можно паковать чемоданы. А тут у нас капкан на Апланте, который пока что срабатывает, но тут врывается Юки со своей UMP-шечкой, короной, и делает 3 минуса. Прекрасная работа, и все-таки третий раунд уходит, несмотря на укрепление Апланта. Да, UMP-шка — это любовь команды CyberZen. Они очень часто берут именно этот девайс, даже когда есть деньги на автомат Калашникова или Галил. Иногда можно встретить именно UMP. Ну что же, вот и первые девайсы. Тайлум, понятное дело, без АВП. Ну а что касается CyberZen, то эти парни решили не рисковать и также отыгрывают в 5 Калашей. Ну вот он, тот самый раунд, который уже создаст определенное представление о том, как эта катка будет происходить. Пока есть девайсы на руках, возможно, мы уже насладимся какими-то красочными, невероятными моментами. Тут остается только смотреть. Пока что заняли позиции под B. Но CyberZen явно не торопятся, пытаются позиционно выдавливать оппонентов из позиции. Есть подсадка, молотов винта, молотов на цемент. Ну и, как мы видим, потихонечку подползают сразу же к A и к B одновременно. При этом, интересно, у Тайлу никого нет на точке A. То есть у них просто парень стоит на машине, чекает и, в принципе, ничего не должно мешать CyberZen выйти в эту позицию, но они решают ломиться все же в B. Да, как раз проблема в этом, то, что вся сторона атаки хочет выходить как раз на B-пуэнт. Есть только чек шарта, возможно, информация какая-то пройдет, но не факт. Ой, тут поджим в спину, адвент. Ну, вообще никакой информации нету. CyberZen слишком увлеклись вот этими играми от позиции, поэтому пропустили одного из игроков в спину, хотя там, ну, везет пока что CyberZen. Мы видим, somebody никого не находит. Тут же аркада центра. Savage ловит своего оппонента на агрессии. Ну, теперь уже 100% пустое. А, но все равно вот прям упорно лезут под базу B CyberZen. Пока что размены в пользу стороны атаки, но тут уже все один в один. Savage против Капитана Мо. Ну, очень два жестких игрока, что с одной, что с другой темы. Очень часто они являются топ-фрагерами. Посмотрим, как разыграют ситуацию один на один. Неужели все будет так топорно? Уже поставили бомбу. Ну, тут такой близкий получается раунд. Ну, всегда эти хаешки, они лишние. Вот. Есть граната, давайте откинем. И пока свитч. Пока туда-сюда игрок ТЛ просто вышел и зажал по своему оппоненту. Ну, вот зачем? Был так близко оппонент и не стоило рисковать настолько сильно. Неужели он рассчитывал, что тот не выйдет? На него непонятно. Но, так или иначе, счет уже 1-3. Пока что в пользу CyberZen, но первый девайс на ИТУ уже взяли. Вообще никакого чувства игры не было у CyberZen. Абсолютно весь раунд плент-а пустовал. При этом уже с шарта даже сделал фраг один из игроков атаки. И все равно CyberZen ломанулись в укрепленную точку БМ. Ну, и как мы видим по итогу раунд слили. Все же стоит, наверное, проявлять какую-то гибкость. И не просто там в начале сказали Go B и весь раунд туда пушить. Ну, пока что деньги есть. Возможно, этот раунд отыграют ребята получше. Юки уже делает OpenFrag. Минус по Somebody. Отличная работа. Игра уже 4-5 для Тайу. Ну, 2-2. Растянулись, я так смотрю. Или нет. Там один игрок занял middle, контролит второй. Ой, с машины там где-то чекает у нас. Ну, короче, очень сильно растянулись. Непонятно. Вот такое решение, честно, для меня. Но это будет А, наверное, судя по тому, что Юки там суперсмоу какой-то готовит. Тем более, под Б токсиком отъехал один из игроков. И вот только Бомбкерри что-то там тусуется. Непонятно. Слишком мудреные раунды на самом деле у CyberZen. Что-то там сами выдумали, сами в это играют. А Тайлу даже ни сном, ни духом не догадываются. Никакой хилпы нету. Все равно игроков Б сейчас убьет Бомбкерри, скорее всего. И все эти мансы через Мейн обречены. Это какой-то легкий трэш сейчас происходил. Такие одного отдали на Апунте и побежали быстренько занимать Б, где до сих пор есть Дейзи, который готов принимать. Его могут просто не зачекать. Хотя вот ищут. Да, нашел, но при этом погибает. Мы видим ТДХ, Дейзи в углу, конечно, очень быстро разменивают. Ну и в принципе неплохо. Если, конечно, Сэвейш тут закроет сейчас КТ. Ай-яй-яй выпустил на траншею и это раунд один-два для снайпера команды CyberZen. Хорошая позиция и должен тащить раунд. Как аккуратно играет, чекает. И ты посмотри, что он делает. Обошел. Видел? Но не хватило стрельбы. Ой-ой-ой. Но все-таки тащит. Как же жестко он играет. Очень грамотное понимание своего оппонента. Буквально размансовал на двух квадратных метрах. Вот эти три экрана, когда включаются, это просто какая-то жесть. Главное показать карту. Без карты мы не разберемся вообще, что происходит в раунде один на один. Такое, конечно. Ну ладно. Четверочку все же завоевали CyberZen. Опять-таки в плане стратегии все было очень неординарно, очень сумбурно. Но Savage вытащил команду. Ну и как мы видим сейчас уже близки к счету 5-1 CyberZen у Taylu Echo. Кстати, ну давайте наверное вспомним о том, как играли вчера эти два коллектива. И CyberZen и Taylu победили со счетом 2-0, но я вам напомню, что Taylu вчера играли ну очень жестко против Born of Fire и разнесли своих оппонентов со счетом 16-1 и 16-2. Ну это было вообще избиение жесточайшее и в результате там вышли Taylu без особых проблем. А вот CyberZen немножечко да попотели. Там 16-14 и 16-6. более разносторонняя была игра. Ну как мы видим сегодня CyberZen на пике соперника довольно сильны в атаке на кэше. Они уже взяли лузовый минимум, завоевали пятерочку и готовы продолжать увеличивать разрыв, потому что у Taylu снова экономические в этот раз два арморчика ЦЗшки и два дегла. Ну ЦЗ в руках китайских игроков это всегда было опасно. Мы не раз это видели. Посмотрим может сейчас тоже получится реализовать эти опасные пистолеты. Ну что же агрессивно занимается центр карты в дефе. Правда туда никто из игроков CyberZen пока что не суется. Попытка аккуратного выхода из мейна есть уже первый минус Азокинга. Эдвент чекает спину. Ну не удивили Тайлу все-таки их аркаду прочитали террористы. Но один девайс уже подобрали. Есть Галю в руках у DayZ еще есть QZ. Вдвоем находятся эти два игрока. Будут пытаться выходить через мейн последний поскольку уже выбили Галю. Тут без шансов законтролили великолепно. Это почему-то там еще 10 патронов сдал как мы видим после фрага. Ну и пока очень уверенно вырвались вперед CyberZen прям как на своей карте. В принципе кэш это наверное домашняя вообще площадка для сражений у большинства китайских пятерочек у нас кэш Мираж Инферно практически каждый день на экранах. Но сегодня будет исключение а вот CyberZen решили удивлять пикнули Cobblestone ну посмотрим что там приготовили есть ли какие-то супер задумки Cash Cobblestone мы смотрим в любом случае ну и Мираж постольку поскольку если будет в нем необходимость вот такой у нас сегодня моп пол ну и что же очередные девайсы уже вторые по счету Тайлу за счет неуверенной экономики они берут эти девайсы только лишь на счете 6-1 зато есть снайпер очень много снайпер в атаке господи да снайпер в атаке но очень много отпустили уже раундов Тайлу для своего пика как-то пока что не проснулись не могут играть против Сайбер Зен нам там рассказывали ну подсказывали вернее о том что не выпускали Сайбер Зен до этого на ланы своих оппонентов Крас Тайлу и они являются по факту принципиальными соперниками возможно сейчас будет то же самое мы увидим это пока что опять Дэйзи Кьюзи в паре но тут уже все более менее хорошо Зокинг и Адвент в паре при убивании бомбы 2 в 2 ну тут как мы видим четенько под край смока отрезает Зокинг своего оппонента последний из мейна его ждут ну четкое понимание происходящего на карте со стороны Сайбер Зен размен вроде бы как один в один но очень очень уверенно работает как мы видим атака моментально пишется пауза звеном Тайлу потому что ну во первых нужно решить делать ли форсбай или нет во вторых в принципе обсудить а что же у нас идет не так почему на своей карте в дефе проигрываем 1-7 как это мы Тайлу мы так сливаем вот рост рекоменд на ваших экранах познакомьтесь с этими игроками возможно узнаете их в лицо в принципе такие серьезные лица кроме самбади у всех серьезные лица этот игрок любит любит покривляться мы вчера это уже отмечали ну и кстати для тех кто не в курсе в Китае очень популярны никнеймы из двух букв то есть просто имя фамилия поэтому до мо кьюзи тиби юки ну и так далее особо там никто не запаривается не выдумывает что-то сверх неординарное поэтому вот простенькие коротенькие ники у нас встречаются довольно часто кстати обратил внимание на то что TeamTalk длился меньше чем перерыв между половинами как-то вот тут все быстро решили выход на аплент есть первый минус польза защиты второй туда же но TBX взрывается минусует у нас уже одного из игроков защиты и дальше расправляются еще с одним кьюзиком отъехали ну тут четко разыграл TBX на самом деле понимал что будет попытка у Тайлу выхода за девайсами просто проходил прохладился в мейне дождался этой агрессии и все же вывел тиммейтов преимущество Самбади неплохой выход даже показалось что все-таки додавит второго но вновь буквально на последнем игроке выигрывают раунд CyberZen не помог TeamTalk хотя поначалу вот эта пистолетка все же давала шансы команде Тайлу но возможно поможет сейчас там не было полноценного бая на руках только дигуются зэшки а вот здесь уже с пятью эмками раскидом диффузами уже может быть наконец-то Тайлу начнут набирать свои раунды поскольку пропустили крайне много ну да 8-1 то есть CyberZen уже выиграли первую половину теперь только загадка с каким же счетом с каким отрывом они уйдут на смену интересная позиция Savage пытался просто нашивать миддл но тут мы видим никто не на белый никуда не совался в начале раунда и все довольно спокойно странно что там чекает Эдвент с учетом того что снайпер у них в центре стоит непонятно но это уже не суть пока что CyberZen халдят пытаются аккуратно прощупать позиции своих оппонентов но бомба потихоньку идет под апплент будет у нас судя по всему три мейн один скрип и один на поджиме ну по крайней мере такое впечатление складывается а Savage подсадили все даже так жестоко происходит возможно найдет оппонента ну там очень жестко как мы видим начинается выход вновь дефолтные смоки выход Yuki не контролится база под защитой только одного игрока это что там Капитан Мо нет Капитан Паги вот он Fancy отличная работа мы видим с Мкой в точке и TBX соло при этом ну как-то далековато он от места экшена ну вот он и поджимающий игрок который не успел ничего сделать снайпера забрали не получилось выйти в мидл и вот он второй раунд в пользу точнее в копилку команды Тайлу пока что не в пользу еще на протяжении первой половины не будет вообще ну как-то не проснулись не раскачались игроки по тегам Тайлу действительно на протяжении первых двух дней они показывали весьма уверенный уровень игры бегали стреляли доминировали ну и все-таки сегодня у них вот такой весьма весьма солидный оппонент до этого только команда Wings их поднапрягла по-моему в первый день ну и теперь посмотрим выход через мидл очень много дымов Юки уперся ничего не понимают но на развороте все-таки минусует Самбари еще и расправляется с Кьюзи очень странный был стрейф в ответку Фэнси просто в смоук разменивается вроде Полз как-то на ходу на контроле зажимал из Калаша но там засчитал на самом деле вторую голову ну а тем временем усиление базы Бэм сыграло в минус команде Тайлут Сайберзен нашумели мидл и видимо решили что все-таки в Б будут ломиться сейчас атакующие Ну ретейк 3-2 все очень даже неплохо для игроков защиты выходит уже подальше могут не защепить товарная позиция но на развороте все-таки минусует Саведжа Дэйзи отлично разбирается Эдвент последний против троих но тут уже шансов у него особо и не было счет 3-8 судя по всему Тим Толк все-таки помог помаленьку потихонечку начинает возвращаться на карту кэш Тайлу безусловно денег у Цайберзен должно еще хватать на раунда 2-3 ну хотя что-то а где а где финансы вроде бы и АВП не покупали и бомбу постоянно ставили Цайберзен но мы видим 3000 у всех ну слабенько решаю все-таки делать форсбай вот такое любопытное принятие решений и калаш галил два тека Дигл в нападении при этом ну я думал в Б забегут но все же нет решили остановиться добежали до Токсика под базой Б и встали как вкопаны как мы видим Цайберзен попытка игры на отстрел попытка все-таки найти свой минус видимо ждут реализации калаша ну пока никого не находят не спеша Сэвэйдж проходит через буст на мидл но опять же нету контактов на первых таймингов уже минута 13 осталось и бомба так очень не спеша идет под Б да там два игрока при этом один в траншеи второй стоит просто под Беплентом АК как мы видим отъехал ну и несмотря на Сэвэйджа в центре как-то Юки погибает без размена тут боком ой-ой-ой-ой неуверенный выход Цайберзен никто еще не чекает девайсов нет бомба не добегает Фэнси абсолютно спокойно от позиции делает еще два фрага ну и только Сэвэйдж один в пять ну парень с диглом играет жестко но при такой ситуации у него конечно шансов уже не было счет 4-8 ну неужели после Тим Толка Тайо вот так вот вцепятся в победу возьмут 7 раундов а у нас какие-то проблемы все китайцы говорят сегодня больше трансляции не будет зависает наш эфир опять-таки ну нет Гоу ТВ нам обещали после первого дня будет-будет но потом остановились все-таки на варианте вот с этим делом с клинфитом а это мы а это мы сидим в студии наблюдаем в монитор надеюсь совсем скоро появится там картинка каунтер-страйка ну и как всегда студия Старладер ТВ с утреца пораньше на Китае да вот так вот у нас уже третий день подряд мы смотрим за Китаем знаете как утреннее шоу такое утро с Китаем называется пока что пик банкарт ну тут Кобу Кэш и Мираж вот меня радует что Кобу взят как пику CyberZen очень интересное решение не так часто мы видим эту карту как тоже Инферно которую ТВ забанили ну и слава Богу спасибо вам ТВ да небольшое разнообразие я думаю нам не помешает потому что действительно уже приелись одни и те же площадки для сражений вечно Кэш Мираж Инферно так по кругу мы практически не видим Кобу буквально раз там наверное был Оверпасс ну а про карту Трей наверное еще не сказали китайцам они еще там нюк гоняют я не знаю почему вообще ни разу Трейна даже близко не было к пику ну а мы потихоньку возвращаемся в КС как мы видим Тайлу продолжили свой винстрик там судя по всему пропустили мы экономический раунд CyberZen ну и вот он ключевой розыгрыш первой половины 8-5 фулл девайсы и с одной и с другой стороны ну тут или будет 8-7 или CyberZen зацепится за девятку десятку ну нельзя этого допускать для Тайлу если они отпустят счет 9-6 или 10-5 на слабую сторону CyberZen мне кажется смогут добрать остаток уже на пике своих оппонентов не так много им останется что там шнурки разглядывает Юки или мне кажется просто стоит отдыхает а вот это было неплохо Юки досмотрелся на свои ноги попадает мы видим прострелом QZ сквозь стенку самбоди тут ждет подсадки миддл но этого не будет просто 4 мейн 4 мейн но это не лучшая идея мне кажется сейчас Фензи сам должен принять уже хорошо эту движуху забирает двоих QZ подключается еще минусует одного адвент последний и тут все уже просто не знал что делать ну какой-то топорный выход CyberZen были смоки и были флешки можно было ну хотя бы снайпера отрезать который стоял спокойненько под базой А и прикрывал Фэнси ну слишком просто пытается играть CyberZen ну и вот он китайский КС во всей красе выиграть 8-1 и потом слить вообще все оставшиеся раунды и вот теперь плёточка у капитана Мо есть калаши на руках у CyberZen ну такой стрик уже слили там все-таки на последний раунд остались финансы снова игра от центра неплохой прострел Юки Юки хорошо смог нашел по своему уже каждый сам по себе но CyberZen Savage на чудесах просто выживает мы видим в попытке выйти шарта 12 хп у него ну и бомба в мейне что-то подсказывает что счет будет 8-7 ну вообще как-то начали неадекватно отрывать CyberZen так жестко пропустить DayZ это надо еще уметь винтах минусуют Юки и вчетвером остались CyberZen при том что Savage с 12 хп ну растерянно это даже видно по карте бомба мансанулась в мидл потом вернулась под мейн потом пошла вообще под Б это он тут с Молотовым путешествует у нас по карте ну а тем временем по одному по одному CyberZen отдаются Fancy он в который раз просто стоит в точке и делает 2 фрага 3 пачки в ряд отличная стрельба в исполнении этого китайского стрелка ну и вот он близкий счет 8-7 неожиданная концовка первой половины 8-7 вот так вот минимальный разрыв при том что CyberZen взяли заведную серию в начале и вот теперь возможно у них будет легкая дисмораль думали так нормально на чужом пике играем 8-1 все хорошо а тут вдруг 8-7 камбэк камбэк получился очень зрелищным ну и в принципе Тайлу я думаю сейчас поверили в себя и осознали что действительно не так-то и страшны эти CyberZen сейчас безусловно очень-очень серьезную роль разыграют вторые пистолеты потому что ну все-таки хочется Тайлу переворачивать очень сильно эту карту в свою пользу ну а для CyberZen это замечательный шанс все же удержаться в топе удержать нить игры в своих руках и продолжить доминировать поэтому пока что мы видим 50 на 50 то есть тут навряд ли можно оценивать первую сторону какими-то категориями по типу 10-5 дефолт и так далее тут буквально на любом раунде может начаться камбэк ну и Тайлу нам это только что наглядно доказали коэффициенты опять же вам повторяют если вы не помните меньшинством поставила на CyberZen и возможно сейчас еще могут победить несмотря на то что пропустили такую серию 2.56 против 1.49 а на лаунже коэффициенты кстати уже не такие я тут чекаю все время там коэффициенты до сих пор скачут вот спасибо CSGO Lounge за оперативность работы матч через 2 часа у них начинается ну а мы пока его уже смотрим на лаунже просто в пятницу кто-то хорошенечко отдохнул до сих пор еще наверное спит поэтому где-то налепил какие-то левые цифры и хорошо матч начинается через 2 часа на лаунже ну я так понимаю отменят скорее всего эту ставку потому что ну это жесть уже половина первой карты прошла коэффициенты туда-сюда прыгают 8.7 то есть тут еще вообще ничего не понятно ну и администраторы пока спят поэтому да скорее всего скины разойдут со своим владельцем хотя кто его знает что там лаунж вообще последнее время работает интересно может здесь опять удивят но единственное что люди которые хотели возможно последить за своей ставкой и не знали начала матча там из наших источников в социальных сетях то могут его пропустить ну будем надеяться что все-таки возможно ко второй карте все проснутся такие ой а что у нас что по первой какой счет и так далее ну мы видим начинается вторая пистолетка есть довольно плотный раскид у тайлу 2 хаешки 2 флешки и 2 смака ну и судя по бомбе будет попытка аркады точки б при этом смотрится позиция прямо скажем никак просто один игрок был на кт и то он уже ушел это фейк просто стопроцентный фейк раскидали базу а ну и как мы видим в 3 дула заняли точку б фейк сработал просто блистательно все игроки сайберзену шли с точки б ну тайлу себе такого не позволяли оставляли кого-то на пуинте еще контролить ровно до того момента пока не увидят ой 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 мув жесткий ну вообще заготовочки показывают тайлу вот они цари карты кэш говорят это наша же карта мы тут как у себя дома дей зи удивляет дал демоджи по первому срезал второго ну и конечно с такими задумочками тут можно рассчитывать и на победу ну видно серьезно отнеслись тайлу к карте кэш понимают что хочется выходить все таки с верхней ну вот позиции я думаю что там у нас в финале будет БО5 с преимуществом в одну карту наверное все таки китайцы нам подробности не дают непонятно где узнать инфу то что БО5 вроде бы уже 100% ну и опять таки вот эта система финал нижней сетки гранд финал сразу не очень клевая ну к сожалению именно такую манеру выбрали проведение китайцы ну тут нам показывают неплохой пик револьвер очень редко мы его видим но китайский Counter-Strike позволяет полюбоваться этим девайсом во всей красе хотя реализации я его еще не помню ни разу буквально ну вот сейчас Savage покажет нам ну если конечно операторы позволят параллельно Zocking будет откидывать видимо флешечку ну и под нее возможен какой-то врыв CyberZen тоже пытаются продемонстрировать нестандартный раунд после слитой пистолетки такой вот тихо-тихо-тихо выползающий выход Юки отличная флешка дал минус 1 но тут же быстрый размен в исполнении команды Тайлу ну сразу надамаживающего DayZ у того 30 хп там еще выскочил тиммейт на размене попытался но не получилось не дали пока что реализовать револьвер а вот фармганщик уже пикнули Savage теперь играет с МП7 ну вот недолго играл да действительно даже стрелять толком не начал Savage его очень быстро разменивает игрок нападения 3 в 3 30 секунд до конца раунда ну и CyberZen довольно серьезно напрягает сейчас Тайлу и по хелсбарам и в принципе по карте видно что тут явно не до шуток вроде бы чекал спину Фэнси тем не менее Зокинг делает минус еще одно попадание уже при выходе под базу А Капитан Мо последний 15 секунд но это будет все-таки бомба или нет ой-ой-ой все это только на контакт остается играть Капитану 7 секунд времени уже не успеет поставить в любом случае и вот вам 9-8 CyberZen взяли такой жесткий раунд очень грамотно отыграли от понимания информации была инфа что все три мидл бомба там же и за счет этого один из игроков диффенса отыграл так очень аккуратненько до последнего не палился понимал что надо разводить на время ну и Капитан Мо с одной стороны пытался все-таки отстрелить реализовывав калаш с другой стороны он не поставил бомбу из-за этого Тайу сейчас делают еще и форс то есть там просто ноль будет если они проиграют этот раунд на счетах ну три тека ЦЗ и арморы и раскидочка на один раз будет выход в аплэнд там принимают ну три дула по идее причем очень так интересно от Сайберзен никого не оставляют в точке это просто машина шорт ожидание хелпы ну и дали поставить уже команде Тайлун бомбу буквально подарили только что Сайберзен а вот ретейк будут скорее всего производить без особых трудностей уже все притягиваются очень близко ну все-таки есть небольшие трудности ТБХ отъехал при этом фармганы не самое удобное оружие против теков и в принципе все еще может получиться мы видим отлично работает с теком капитан Мо вот тебе ответный Форс 2 и вообще без шансов четвером выжили хоть и красные остались вся суть фармганов в одном раунде мне кажется сейчас все красные никто не умер практически ну Цайберзен понимаешь что это финал верхней сетки понимаешь что все же против них Тайлуш вполне вероятен там Форсбай все же купили эти ЮМПшки эти МП7 очень странное решение ну и теперь как мы видим у разбитого корыта находится команда Цайберзен деньги на нуле а Тайлу вернулись очень громко на карту кэш даблкил самбади есть кэшка есть неплохой спрей с Галилом базу Б просто катком сейчас задавили самбади триплкил ну и пошел делать эйс против эко судя по всему но деф аплант все еще нету Цайберзен ну и безусловно выиграв отличный Форсбай на втором слили третий теперь целых два эко к ряду что у нас тут просто быстрый врыв мейн ну 5 мейн при этом они сами себе дали этот смоук на выход и теперь ждут его окончания нет не ждут уже врываются начинается контакт по идее занимают пэнт и никого еще не нашли Сэвэйдж игра через дым минусует одного дальше ванцует еще в смоках TBX минус по самбаде ой ну была инфа абсолютно точная по TBX ну и как мы видим с разменами но все же базу а занимает звено Тайлу они остаются 3 в 2 ну и что же связочка Юки Мейстер и Зокинг ну нет нет тут конечно слишком просто позиции были абсолютно очевидны мейн и скрип 11-9 ну и все-таки на своем пике Тайлу показывают кто в доме хозяин и вырываются вперед ну вот сейчас закуп есть АВП у Сэвэйджа и вот здесь уже надо играть крайне аккуратно Тайлу потому что Сэвэйдж вчера с АВП такое показывал невероятное эйс и просто со снайперской винтовки парень бегал стрелял и убивал да у китайцев действительно есть несколько очень талантливых снайперов не знаю как они будут списываться в принципе на глобальную кс-сцену но тем не менее там и пикфлай или как там пикфи тоже очень хорошо владеет и скаутом АВП и Сэвэйдж даже по-моему хайлайсово участием есть на ХЛТВ действительно вчера радовал но мы видим тут что-то не дают снайперу развернуться Тайлу вновь просто 5А выходят с раскидочкой 2 с макап ну и как мы видим это раз за разом срабатывает 2 в 4 неужели еще попытаются сделать ретейк ТБХ под прикрытием Сэвэйджа пытаются выходить в поэнд так паузу сразу заранее пишет игрок команды CyberZen но тем временем возможно она и не нужна какая жесткая связка работает же но тут один в один Фэнси против ТБХ Фэнси очень жестко играл в первой двойни и все-таки берет этот раунд но очень хорошо отыграли CyberZen в паре просто не ожидали увидеть в такой позиции последнего игрока команды атаки да уж ну тут Фэнси конечно отлично разобрался из-под шорта первый боком второго размансил сначала делал вид что прятался потом на уверенности вышел в контакт ну хорошо Тайлу действительно все-таки смогли проснуться потому что на счете 8-1 показалось что они что-то еще не до конца понимают где находятся что на кону и вообще что делать-то но сейчас мы видим есть триг есть действительно довольно хорошая работа как соло так и командная и как мы видим теперь уже пауза от команды CyberZen ну теперь уже настоящие ланы там тайм ауты постоянные какие-то тим толки разборки если до этого на расслабование подходили как-то игроки понимая кто фаворит кто аутсайдер отыгрывали свои матчи то здесь уже серьезно и очень серьезно относятся к этой встрече что CyberZen что Тайлу да уж тут есть на что посмотреть и камбэки и тайм ауты и в принципе китайцы видно что стараются несмотря на то что это все-таки пока еще верхняя сетка то есть проигравшая пятерка из турнира не вылетает проигравших я так понимаю мы завтра уже увидим в финале лузеров но тем не менее все-таки карабкаться через нижнюю сетку никто не хочет поэтому тут будет борьба до последней капли виртуальной крови ну ждем окончание Тим Тока а у Тайлу действительно заняло обсуждение буквально секунд 15 наверное ну видимо CyberZen все же требуется подольше времени хотя вот нам включают прямо уж за секунду в начало раунда картинку ну и со счета 12-9 продолжается экшен пока только пистолеты на руках у CyberZen и первый раунд под Б от Тайлу за долгое время какой-то кривой смог зачем он вообще то ли просто неудачно откинул то ли супер задумка была но никто в этот смог не заходит никто его не чекает ну а тут кстати могут сейчас напороться на Сэвэйджа хорошая серия фрагов плюс Аркада Мэйна реализуется ну и если Юки попадет а он должен попадать боком пытался пробегать игрок Тайлу но тут простил его Юки Юки что делает парень просто упрыгал от капитана Мон на каком-то чуде его убил это эпик фейл от игрока команды Тайлу я не знаю как он не сделал этот минус ну что же тут уже сам Бог велел забирать десятку слишком какие-то расслабленные были Тайлу в раунде первый пробегал боком КТ при этом не было там даже смока потерял кучу дэмэджа второй пошел Аркадий Юки думал ну сейчас у меня калаш у него рело от П250 и не справился просто в элементарной ситуации со стрельбой то есть все-таки видимо темп игры сбили Цайбер Зен и Тайлу сейчас вновь пошатнулись Юки китайский акробат я не знаю этому скакал каким-то сальтом от этих выстрелов вроде как и капитан Мо в него наводился но не смог сделать ключевой минус в этом раунде и теперь есть уже девайсы у Цайбер Зен да с опен фрага кстати очень быстро начинается раунд для Тайлу при этом 11 хп буквально у Кью Зен но свой фраг он оформил фуллб как-то Тайлу прям любят в пятером выходить то вот 5а теперь 5б Сэвэйдж непонятно что ждал мог хоть в смоуг нашивать там хоть кого-нибудь бы наверное убил но сейчас вообще без шансов ну вот китайцы или пан или пропал или мы выигрываем 5 в 0 или сливаем одному парню с по 90 господи с по 250 ну какой-то раунд вообще был непонятный Сэвэйдж который с АВП смотрел в дым я не знаю что он там рассмотреть пытался еще небось на зуме был просто задавили действительно Тайлу решили что раз мы такие уверенные будем действительно действовать аркадно до конца и в этот раз сработало при этом у Цайбер Зен сейчас скорее всего вновь начнутся проблемы в плане экономики потому что они взяли один и проиграли моментально следующий ну и только Эдвент у которого я так понимаю все таки будет цейбленный халаш хотя там его Аркадят в скрипе нам это не показывают но скорее всего еще будет перестрелка да вот он минус режиссеры такие забыл забыл что как бы еще раунд не закончился ну мы уже к этому плюс-минус привыкли и смирились когда будут наши матчи там будем мы кричать на операторов да включите нажмите тап переключите туда включите сюда поставьте 4 экрана больше 2 карты нужно ну это троллинг конечно вот эти 3 экрана еще 2 повернутые сверху карты это вообще что-то невероятное ну нашкребли как-то на вот такой скользкий бай сейчас CyberZen есть EVP ну и в принципе тайлу возможно вот сейчас слишком могут поплатиться за наглость хотя мы видим вовремя остановились не полетели в аркаду центра Savage тут мастер смоков так еще может что-то надевать шороху в дыму посмотрим можно посмотреть на этого это конечно тут в мейне то никого тут никого ну хорошо ладно нигде никого нету на самом деле контакта еще не произошло Savage из винты его начекали но какая сочная плюха по фэнси раунда игрывается три в три почему-то все еще бомбу не поставили тайлу они секунд 15 наверное уже бегают просто в точке B Sambody неплохо словил Savage ну и выбивание AWP плюс М в принципе раунда нужен Cyberzen но походу уже можно было уходить сэвить вновь блестящая операторская работа Sambody отыграл на пределе смотрел спину но к сожалению там еще два фрага помешали нам за ним следить еще 14-10 походу ГГшечки попахивает что-то Cyberzen без экономики остаются и на 16-й даже если фулэка сейчас будет ну и тайлу смогли все-таки собраться возможно вот эта пистолетка с суперфейком суперподсадкой в 9 зарешала кстати глобальный раскид мидлабл куча флешек два смока Sambody выпускает тиммейта вновь через подсадочку очень хитро сейчас вот акробаты китайские друг на друга запрыгивают там какие-то делают скачки отбрасывают я не знаю что они творят но при этом это приносит свои плоды на самом деле это так уже подшучиваю хотя задумки интересные да тут в принципе без шансов Fancy выходит мидл режет сначала право потом левого Savage в полете разводил кабину Fancy но конечно о взятии раунда речи не идет скорее задача тут просто выжить спрятаться и засейвить этот драгоценный девайс по-моему не дадут снова это сделать Savage под винтой оп нет убил первого правда с двух сторон еще есть поджим Savage понимает что наверное выходить не стоит пытается прятаться а тут кстати АВП пришло на контакт Savage как жестко тайминг читает расправляется с двумя понятно что бомба уже не задефит но засейвил так засейвил парень да всех изничтожил игроков команды Тайлу правда это навряд ли нанесет какой-то дэмэдж экономике скорее всего там будет закуп потому что 15-10 ну и единственная приятная плюха это АВП которое Savage сейчас завоевал буквально в прошлом раунде да будет хороший закуп у CyberZen Тайлу в принципе отвечают тем же ну и 5 маппоинтов все-таки фавориты этой пары Тайлу свой пик могут выиграть ну и далее будет у нас Cobblestone CyberZen пикнули Cobbl надеюсь они там сильны ну вот я попутно чекал Тайлу в своем составе отыграли Cobbl только два раза оба победили но с еще там 16-11 16-10 против команд которые не играли в нашем дивизионе не играли в CS вообще никогда поэтому я не знаю как у них по скилу было по идее должны были потренировать подтянуть эту карту все-таки ландфинал 8 команд понятно кто так Cobbl может просто пикнуть ой-ой-ой Vacation Vacation в студию пожалуйста этому господину ну по ходу дела 16-й раунд 4 в 2 бомба должна ставиться остается АВП Savage которая он так и не применит уже в раунде последний Зокинг ну и Тайлу выигрывают 16-10 проигрывая 8-1 все-таки начинает вести по счету карт ну отличный камбэк отличная игра будем надеяться что Cobblestone будет не менее отличным на который мы ворвемся буквально спустя небольшую паузу показали такого дела windows все-таки Продолжение следует...